коллеги добрый день сегодня я бы хотел рассказать вам о том как предоставить доступ к папке из сети другими словами расшарить папку для чего это необходимо обычно это делается для того чтобы другим пользователям локальной сети предоставить доступ к различным ресурсам на например на сервере это могут быть какие-то общие документы например папки для того чтобы положить туда отчеты также папки могут быть доступны между серверами например это какие-то обмены в один из и так далее применяется много и для этого нам необходимо во первых создать какую-то папку которой мы предоставим общий доступ но допустим давайте на диске c создадим папку назовем ее например обмен папочку мы создали и так теперь нам необходимо открыть панель управления компьютером для того чтобы добавить пользователей которые будут иметь доступ к нашей папке попасть в данную консоль можно несколькими способами но самый простейший способ это выбрать ярлык этот компьютер щелкнуть по нему правой кнопкой выбрать управление это самый простейший способ иногда бывает так что на рабочем столе нет ярлыка этот компьютер как же нам туда попасть для этого необходимо открыть пуск выбрать пункт служебные выбрать проводник и вот у нас открывается проводник здесь мы видим также ярлык этот компьютер также щелкнем по нему правой кнопкой мыши и выбираем управление опять же мы попали в консоль управления и так теперь нас интересует пункт локальные пользователи и компьютеры значит раскрываем и переходим в папку пользователя здесь мы видим тех пользователей которые созданы на данном компьютере добавим сюда несколько пользователей для этого правой кнопочкой в свободном поле щелкаем выбираем новый пользователь и например добавим user1 дадим ему какой-то пароль окно не закрывается предлагает нам сразу создать следующего пользователя если нам необходимо мы продолжаем создавать если нет то просто нажимаем на кнопку закрыть ну давайте создать ну давайте создадим еще парочку user2 создать и user3 создать и так вот появились наши пользователи теперь давайте откроем доступ к папке из локальной сети и дадим доступ этим пользователям к нашей папочке но сразу давайте сделаем так что user1 у нас имеет полный доступ к папке может не только видеть и читать содержимое данной папки но также может там и создавать дополнительные папки и копировать туда какие-то файлы а user2 и user3 они могут только взять оттуда информацию и не изменить ее изменить другую информацию данной папки не смогут итак переходим к нашей папке которую мы создали щелкаем по ней правой кнопкой мыши выбираем свойства переходим на закладку доступ как раз эта закладка и отвечает за предоставление доступа к папке из локальной сети здесь есть несколько вариантов предоставления доступа это просто открыть общий доступ и расширенная настройка расширенная настройка как раз подразумевает разграничение прав доступа потом давайте перейдем в расширенную настройку устанавливаем галочку открыть общий доступ к этой папке также можно указать ограничение на одновременное подключение пользователей оставим по умолчанию пусть 20 пользователей одновременно могут работать с данной папкой теперь переходим на разрешение и здесь мы видим что система нам уже по умолчанию добавляет всех пользователей сюда и дает им право на чтение ну давайте мы не будем давать доступ всем иначе у нас тут может получиться какой-то бардак информацию смогут видеть даже те пользователи которые видеть ее не должны соответственно удаляем эту настройку которую нам система предложила по умолчанию и добавляем сюда наших пользователей и так вот открывается диалоговое окно для выбора пользователей здесь можно нажать дополнительно и выбрать поиск тогда мы увидим все всех пользователей все группы какие созданы в системе значит чтобы нам не искать наших пользователей можно ограничить поиск только пользователями для этого можно воспользоваться фильтром типа объектов убрать все лишние фильтры оставить только пользователя окей опять выполняем поиск и мы видим только пользователи которые созданы на данном компьютере и так выбираем пользователь один окей юзер один подтверждаем наш выбор окей вот он у нас появился по умолчанию по умолчанию система предоставляет доступ только на чтение но мы ранее с вами определились что предоставим полный доступ и так ставим галочку разрешить полный доступ применить изменения теперь добавим точно так же пользователей 2 и 3 пользователь 2 он сможет только читать из данной паки и точно так же добавляем третьего пользователя и так же оставляем права только на чтение и так вот таким образом мы предоставили общий доступ теперь с других компьютеров находящихся в локальной сети вместе с этим компьютером необходимо открыть сетевое окружение или еще этот ярлык называется сеть найти в сети компьютер на котором мы предоставляли доступ к папке зайти в него и вот у нас уже есть эта папка и так пробуем заходить но как видите мы не попали в папку нет у нас разрешения но в папку мы не попали так как я работаю под пользователем админ давайте мы это поправим и добавим в разрешение пользователя админ и так добавили давайте сделаем админу полный доступ и проверяем еще раз опять мы заходим компьютер где мы предоставили доступ к папке пробуем зайти в папку и пожалуйста у нас есть доступ то есть пробуем создать какой-нибудь текстовый документ сохраняем да все у нас есть полный доступ мы можем читать создавать и можем удалять вот таким образом предоставляется общий доступ к папке всем спасибо за внимание всего доброго спасибо 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 спасибо